АПЛОДИСМЕНТЫ Вот этим видео, которое сейчас должно появиться, наши редакторы напоминают мне об основных темах этой программы. И, как правило, здесь я произношу вступительное слово. Ну вот мы видим Януковича, Шуляка, об них тоже, о их заявлениях обязательно поговорим. Но сегодня я немного отступлю от правила. И попрошу в самом начале проголосовать присутствующих народных депутатов. Покажите, сколько их сегодня собралось в нашей студии, пожалуйста. Ну, видим, опаздывают, не все еще появились. Здесь посещаемость что-то уже стала хромать, как Верховная Радия, дорогие друзья. Но надеюсь, что уже через несколько минут все эти пустующие места заполнятся. Поднимите, пожалуйста, руку, кто уже через несколько дней проголосует за проект бюджета 2017. Покажите нашим зрителям. Два человека из присутствующих. А голосовать нужно уже несколько дней. Все мы помним, что в сложившейся экономической ситуации бюджет всему голова. Как же будем выживать и как будут принимать этот бюджет и примут ли вовремя, разбираемся прямо сейчас. Приветствую аудиторию. С гостями я уже поздоровался, можно так сказать. Скажите, пожалуйста, уже известно, в какой день будет голосоваться бюджет на следующей неделе? Точная дата. Сергей, просто пока без призывов на Майдан и арестов. Смотрите, ситуация очень такая. Я раньше думал, что брехун номер один в нашей стране это Арсений Яценюк. Оказалось, нет. Есть более продвинутый политик, это Порубий. Несколько недель назад он встречался с профсоюзами, с активом, с главой профсоюзов АСАВым Григорием. И обещал, что в четверг на этой неделе будет голосоваться бюджет. Ну, на следующей неделе, сессионной неделе будет голосоваться бюджет. Мы пригласили людей со всей страны, чтобы поддержать новацию о повышении минимальной заработной платы до 3200 гривен. Люди бросят свои рабочие места в этих невмыслимых погодних условиях, приедут в Киев поддержать отдельные социальные инициативы, но тут мы узнаем буквально вот на днях о том, что рассмотрение бюджета будет перенесено очередной раз через неделю. Так я хочу обратиться к нему. Если ты думаешь, что у нас недостаточно сил мобилизировать людей для того, чтобы заставить таки вас поднять минималку до 3200, поднять пенсию и убрать 15% налог на доходы пенсионеров, ты ошибаешься. Мы добьемся решению этих социальных задач. Мы с спикером НАТУ, я так понимаю, Сергей. А Сергей Рудик, переносится рассмотрение бюджета или нет? У нас заплановано на сегодняшний день 2 рабочих тижни в грудь. И для того, чтобы принять через тиждень, от следующего тижня, нам нужно перенести с сичня тиждень на тиждень с 12 по 16 грудня. Если нам это удастся, потому что на предыдущей сессии нам это не удалось и не стало голосов, тогда, вероятно, бюджет будет приниматься, ну я нажму дату приблизно, скажем, 15 грудь. Вот я ориентуюсь для себя на 15 грудь. Хорошо, а что помешало выполнить обещанное и проголосовать бюджет в окончательном же чтении на следующей неделе? Ну, хотя бы то, чтобы бюджетный комитет не поддерживал на сегодняшний день законопроект 2 чтения, который запропоновал в уряд, мы дали 2 тижни им на доопрацювание. Они с этим доопрацюванием, мне бы, справились на сегодняшний день. В бюджете появилось додатковых 15 с хвостиком миллиардов гривен, как выдатковая, так и прибутковая часть. То есть, появилось достаточно много великих статей, в частности, субвенция суттевая за 10 миллиардов гривен на обучение, субвенция на медицину под 9 миллиардов гривен, додатковые выдатки по окремым видам ликования. З'явилась новая бюджетная программа, про которую, скажем, давно просили батьки и дорослые люди с приводу ликования детей и хворих на дуберкульоз. И много-богато новых вещей, которые позволяют. 200 миллионов ляшков на пожежные машины, кроме 400, которые были предпочены. Это, до речи, наиболее, мабуть, у Европы хабар за голосование за бюджет. Чтобы вы понимали, 600 миллионов гривен будет выделено снова в очередной радикальной партии на так называемую программу пожежных машин. Это щоречный традиционный парк. Давайте сразу спросим у Андрея Артеменко, представителя радикальной партии, а вы будете голосовать, поддерживать проект бюджета в этом году? Нет, этот бюджет не может быть проголосован ни мной лично, ни радикальной партией, ни фракцией радикальной партии. В целом, по множеству причин, главное следующее. Это бюджет проедания, а не развития. Это бюджет, в который мы уже направили более 500 поправок, которые должны учесть ту программу, экономическую программу развития Украины, которая радикальная партия, в отличие от вас, господин Каплин, которую вы не устаете повторять про эти пожарные машины. Можно подумать, только пожарные машины делаются в Черниговской области. Андрей, ну здесь уже даже я повторюсь, потому что история была, Сергей, спасибо, не помогайте. Когда нам будут платить, я вас поношу, чтобы поделить. Вот ту же самую риторику мы слышали от представителей вашей партии в прошлом году за 4 часа до голосования бюджета. Я не могу привыкать, я за пожарные машины отвечаю целый год. В этот раз небо упадет на землю или нет? Поэтому радикальная партия, которая требует о том, чтобы все экономические предложения, которые безусловно обоснованы, и наш законопроект, кстати, который мы с вами поддержали, я благодарен депутатам, которые голосовали, а именно за внедрение моратория на вывоз леса Кругляка, действительно действуют. Мало того, мы создали рабочие места, мы увеличили платежи в бюджет, мы доказали о том, что этот парламент с ее несуществующей коалицией, с ее несуществующей оппозицией, вот такой вот, каструбатой, может, и самое главное, действует. А самое главное, что оппозиция должна быть какая? Конструктивная. Какие фракции точно не поддерживают проект бюджета в том виде, в котором он есть на сегодняшний день? Дмитрий. Нет, ну, в данном случае поддерживать этот бюджет абсолютно неможливо. И затягивание времени с умовленно объективными причинами, потому что пояснений надходов к бюджету, я думаю, в уряду на сегодняшний день нет. Например, как объяснить 80 миллиардов внешних запозиций, незрозумимо. Мы так же, моя группа «Народный контроль» в парламенте, 4 депутатов, представили для наповнения бюджета свои законопроекты, один из которых, например, про минимальную галозевую зарплату, то есть для экспорта утверждающих предприятий, что есть логичным абсолютно, потому что доллар увеличился втрече, на экспорт придется, а зарплата в працівниках, которые работают в металлургийной галузе, машинобудивной галузе, или в аграрном комплексе, абсолютно не изменилась. И эту разницу, что мы идем про 5 миллионов працівников. Появляйте, какую сумму надходить бюджет, а также для их купювальности, и демо. До речи, мы пропонуем ее на уровне вдвече больше, чем минимальная просто зарплата. Но олігархи в нас не готовы трясти в парламент, в нас готовы трясти людей. Щодо митного закону, чтобы митница пошла прямая подпорядкувание, от Насирова, абсолютно людину, яка очолюет тут коррупцию и рейдерские атаки на сегодняшний день, которые побили все рекорды, пошла под прямое подпорядкувание Минфину. Мы же понимаем, что там приблизно мы губим 80-100 миллиардов. А те законопроекты, которые сейчас пропонует уряд, которые передают бюджет, это очень важный момент. Потому что сегодня пан Гройсман рассказал про то, как нужно помогать бизнесу. У меня вопрос, чем замовлен законопроект 3.1.5.0, который выставляется, где малому бизнесу хочет на 22% увеличить единственный социальный внесок, при этом, несмотря на то, что есть в него прибуток или нет в него прибуток. Посмотрите, что в этом законопроекте говорится про стипендии для студентов. Чтобы вы слышали, кто здесь сейчас в зале студентов, где значительно обмеживаются выплаты стипендий для них. Я же не говорю, что 15% для працующих пенсионеров и всего остального. А также переведу платы за коммунальные. Я сейчас был в Дніпре, в Житомире, в Віннице. Я питаю, вы потянете оплату лекарным, коммунальных послуг, оплату адміністративно-техническому персоналу, школам, всего остального. Они не оплатят. Что-то сейчас мораторию, которую президент раптом в парламентской президентской республике пообещал в Евросоюзе отменить. То есть моратория, потому что я инициатором и співатором этого закону на вывесе лисы. Это единственный галактик. А если кругляки обязательно, но немного позже не перескакивайте, пожалуйста. И вы понимаете, в данном случае, за такой бюджет, в таком виде, в нём есть только один плюс. Он был вчасно подан. И все, больше плюсов этого бюджета не инсуирует. Пока не видите, он был не только вчасно подан, а ещё и назван честным. Насколько честным, давайте разбираться по пункту, насколько честно отбирать стипендии практически у половины студентов? Татьяна Острикова. И второй, сразу же вопрос, что должно измениться в этом проекте бюджета, чтобы самопомощь дала за него голосов? Дякую. Добрый вечер. Голосование за бюджет, это, знаете, завжди, как день сурка. Николи не знаешь, что на передодні ночи голосования там ещё з'явится, з'явится, какие забаганки коллег-народных капиталов будут врахованы. Так никогда не знаешь, что из критиков бюджета в последний момент его поддерживают? Почему на ваше питание, когда вы подняли вопрос, если будет самопомощь поддерживать бюджет или не будет, я не подняла руку, что будет, потому что мы не можем сейчас сказать, что именно появится в этом бюджете. И что именно появится в податковом кодексе, мы сейчас не можем сказать. Потому что бюджет на этом тижне принимать просто невозможно. Перед тем, как его принимать, нужно принимать ряд законопроектов, которые бюджетно утворяют. Так званий пакет счастья, которыми або зупиняются певные финансирования, певные пильги, как вы уже сказали, про стипендии, або про так званий податок на пенсии працюющих пенсионеров. Зміни в податковый кодекс, которыми подвищаются акцизы на алкоголь, на тютюн, на паливно-мастильные материалы. Подвищаются и другие ставки. Зокрема, тут уже говорилось про единый податок. Прямо, дійсно, уряд не подвищает единый податок для спрощенців. Но, если посмотреть на эту инициативу, которую подстоит пан Каплин и профспилки про подвищение минимальной зарплаты до 3200, она абсолютно правильная. Лише одно вопрос. Почему это должен финансировать маленький бизнес? Другая группа спрощенців, яка зараз платит единый податок 20% от минимальной зарплаты. И, соответственно, через растение минимальной зарплаты, ее единый податок увеличится вдвече. И так же срастет ЕСВ, потому что зараз эти спрощенцы платят 22% от минимальной зарплаты. Ну, а кто тогда может за это заплатить? На кого положить этот брус? Великий бизнес. Знаете, когда я слышу от коллег-депутатов пропозиции, например, снизить ренту на нафту, когда у нас фактически есть один монополист, который выдобывает нафту, и мы все знаем, как он называется, и мы увеличиваем податковое навантажение на маленький бизнес, я, например, не согласна. А я не знаю, если эта пропозиция будет врахована. Поэтому сначала мы должны посмотреть, какие бюджеты, утверждающие законы, будут принять с этого неделя. И тут очень важно сказать о спецконфискации. Адже уряд выполнил очень хитро. Он раскидал деньги от спецконфискации по разных секторах экономики и по разных министерствах. То есть дело с заложниками этих эфемерных, пока еще денег, всех практически. Часто, например, деньги от спецконфискации, там, около 1,5 миллиарда гривен, закладена на Міна ПК и, соответственно, на прямую поддержку сельгосп, товаровиробникам и фермерам. То есть, если будут эти деньги проголосованы. То есть уже сельское господарство частково является заручником голосования за этот законопроект. Частина на оборону, частина на еще что-то. Поэтому сказать сейчас, если будет самопомощь поддерживать бюджет, мы не знаем. Мы высунули ряд вимог. И это требует, по-перше, не зазихать на бюджетную децентрализацию, не перекладать финансирование коммунальных послуг на лекарни и на медичные заклады на местах. Это, в том числе, вимога не подвищивать единый податок на спрощенцев другой группы и ЕСВ на всех спрощенцев. Это требует скасовать податок на пенсии. И это еще и ряд других вимог. Если они будут врахованы, если уряду нужны голоси самопомощи, то пусть тогда враховывают наши пропозиции. Можно, если коротко, я очень коротко скажу, что касается загроз для малого и среднего бизнеса. По-перше, проспилки требуют от парламента, и я внесу в низ уже соответствующую измену к календарному плану, чтобы парламент пропрацювал весь этот месяц, до конца месяца. Почему? Потому что мы действительно делаем большую революцию. 3200 – это очень амбитный, серьезный крок, но есть риски для малого бизнеса. И, как я изначал неодноразово, как Александр Вилкулович изначал неодноразово, нужно проводить программу податковых каникул для малого бизнеса. Мы его должны врятовать от любых рисков. Это первое. Другое. Есть серьезные проблемы с тем, что могут на спекулятивном режиме коливаться цены. И тут так же уряд должен быть очень обережный и системный в обеспечении подобных вещей. Третье. Мы должны обеспечить работающих людей от свободных и защитить их права. Тут так же проспилки и уряд должны сидеть за круглые стены и работать необходимые механизмы, чтобы создать подушку безопасности в виде защиты рабочих мест для этих людей. И последнее. Абсолютно моральный момент. Мы должны этот месяц работать полностью. Потому что, я считал, за год народные депутаты Украины работали всего 81 дня. А если вы красите в втором, точнее среду и пятницу, 40 дней, за 40 дней душа даже не поднимается в рай. Понимаете? А ваши работоспособности и о ее результатах мы еще поговорим. В следующей части обязательно Юрий Левченко, скажите, пожалуйста, вы как представитель бюджетного комитета, кстати, вы опоздали немного, я здесь сделал вопрос, кто будет голосовать или не будет. Вы проголосуете за бюджет? Нет. Почему? Объясните. Что в нем не так? Но только, пожалуйста, доступно, чтобы зрители не утонули в потоке экономической информации. Я просто хотел бы сначала сказать пану Сергею, ну знаете, есть все же таки депутаты, которые работают не только в пленарном заседании, а также работают в комитетах и с выборцами. Я знаю, что такие депутаты в меньшинстве, но все же таки есть такие депутаты. Давайте все же таки не забывайте этот момент. И только, как бы, не только со своей стороны говорите. Вы, я, БРЗ. А, ну, то что же вы тогда говорите? А Рудик, больше нас, больше всех представителей. Я вас на садове не видела. Я двоих депутатов на садове застряла, вас не видела. Я не там працюю. Ну, это таки, как говорится, лиричный выступ. Дивите, по бюджету. Ну, первое, что, когда говорят по бюджету, я все же таки завжди намагаюся говорити, ну, пояснювати людям, чтобы все же таки было понимание, что бюджет, понятие самого бюджету, это уже наслідок всех других законодательств, которые принимаются до того. Потому что бюджет наповнюется на представе действующего законодательства. И поэтому, когда принимают бюджет, это только вопрос заданных. Выключено вопрос, как распределить то, что уже прошло. И, на правильный жаль, то, что зашло, сейчас бюджет, так, и будет заходить в минуле, и сейчас все будет заходить в минуле. Ну, то есть, грубо говоря, нужно честно признать, сколько есть. Так, так, так. А не выдумывать вот это. Это, по-перше, а по-друге, а по-друге, треба відверто говорити, а чому ж така маленькая дохідна частина, насправді? Оце, на мою думку, насправді основное питание. Потому что распределять маленький пирог, знаете, и потом свариться постійно, а чому на то не вистачает, а чому на то не вистачает, это одна справа. А інша справа, все же таки, відверто говорити людям, а чому ж таки такой пирог маленький? Так? Тому что, насправді, дохідную часть на бюджет можна підняти від півтора до двох разів без великих проблем, так? Можна скасувати угоду з Республікою Кипр, ту же саму, по яку два роки вже нормальні плати говорять, але голосування не виноситься, через якусь сотні мільйонів щомісяця з України виводиться, так? Не скасовують угоду. Можна закрити схеми транспортного ціноутворення, його мало того, що не закривають. Навпаки, зараз в Верховній Раді зарестований законопект від різних представників правлячої коліції, який, навпаки, попонує ще більш полегшити механізм транспортного ціноутворення для олігархічного бізнесу. Можна запровадити прогрессивну школу оподаткування, можна запровадити порадки на розкіш, так? На прогрессивний воєнний збір. Тобто, можна зробити всі ці речі, щоб наповнювати бюджет нормально. І тоді, мабуть, було б менше, власникаючи, дискусій про те, а чому немає грошей на освіту, на медицину, чому немає грошей на дороги і так далі, так? А то виходить так, що мало що і не наповнюють, потім ще розкрадають, і виходить дуже мало справді грошей на потрібні речі. Я тільки хотів сказати, що відповідь на цей ваш питання в електронних деклараціях, які можна читати. Абсолютно, ви правильно дуже сказали. Дорожі, знаєте, було б добре, це ж, мене така, знаєте, порада, можливо, на майбутнє, на ваші передачі, щоб ви показували внизу, коли кожен депутат говорить, показували, що у нього в декларації. Юрій, ви знаєте, дуже короткий сад, вам-то, звісно, бояться нечого, як у большинстві тут присутніші, але затащити через пару ефіров кого-нігідь, сюди, сюди, буде крайне складно, але ми подумаємо. Возможно, такий зеркалість буде. Ну, тому це, так, ну, але, тобто, і отут якраз питання основне. Розумієте, бюджет належним чином не наповнюється, тому що в Виховній Раді переважна більшість народних депутатів представляють інтереси, по суті, оцій олігархічної клаптократії, яка сьогодні править в країні. Або прямо, або просадковано. Або вони самі є, або вони їхні посіпаки. Відповідно, всі ці речі, про які тільки шоргав, не приймаються. І, звісно, потім лишається оцей маленький поріг, який всі думають, а як же ж, куди дірки заткнути. І якщо навіть говорити про видатки так само, то в тих самих видатках, так, теж є величезні питання. У нас немає, знов таки, фінансів на освіту, медицину, але пропонують ще більше піднімати видатки на Міністерство внутрішніх справ. До речі, між першим і другим читанням, між першим і другим читанням, пропонують підняти Міністерство внутрішніх справ на півтора мільярда. Між першим і другим. Тобто, коли... Чому? І про чому кажуть, знаєте, це Насгвардія, це не фонд? Ні, ні. Це ці, нібито, нові поліції, які, на поліція, не дуже добре законами розбираються, м'яко кажучи. На Насгварді там майже нічого з цього підняття не йде. Та й, врешті реч, більшість Насгвардії зараз не на продовій, а зараз в тилу, власне кажучи. Але ні, піднімають на МВС, піднімають на інші частини репресивного апарату. Але при цьому, от, на мене, насправді, якщо я на бюджетного комітету, це квінтесенція, я хотів би зазначити, бо я по цьому дуже довго воював, отє, Академія медичних наук, так? Яка, наприклад, за останні два роки провела операції на понад 600 атошників. Безкоштовно для атошників поводила, так? В який є один з повідних, взагалі, інститутів по криштовх гинекології в Україні, де люди... Дайте вказати, їй, мабуть, фінансування сокращають. Так, так, на 200 мільйонів зменшують фінансування, зменшують. Потім, спочатку, взагалі, хотіли їм залишити всього 200 мільйонів. У них цього року було мільярд 200, хотіли їм залишити 200. Потім, після крики в бюджетному комітеті підняли до мільярду. Але все одно на 200 мільйонів менше, ніж цього року. Розумієте? Для мене це, насправді, квіт-лисенція. Багато можна про що говорити, але цей показник, на що саме уряд робить ставку. Для поліції піднімають, а для академії внищних наук зменшують. Тому, коли кажуть, що ми, от останні, коли кажуть, що збільшують видатки на оборонку, на оборону, на мою думку, це, знаєте, більше на оборону від власного народу, ніж від російської агресії. Ви бачите? Понятно. Олександр Вилков, ви тож із недавно прибувщик, не успіли вначале проголосувати. Ви проголосуєте за бюджет или нет, 2017-го? Ні я, ні оппозиційний влог за цей бюджет не проголосують точно. Но що я хотів сказати. Те, хто нас зараз смотрит по телевізору, у них може сложиться впечатлення, що ми всі ярко виступаємо проти. І може сложиться впечатлення, що цей бюджет не буде принят, буде якимось образом доработано в сторону все-таки соціальної справедливості, то, що необхідно людям. Але смею вас уверити, що якщо нічого не робити, просто нічого не робити, то сьогоднішнє парламентське більшінство, БПП плюс Народний фронт, путем давління, путем шантажа протащить цей бюджет. Так вот, ті, хто мене зараз смотрит по телевізору, у нас всіх смотрят. Якщо ви не хочете ще год жити в нищете, вспомните, хто депутат от вашого округа, підійте к нему і скажіть, щоб не голосував за цей бюджет нищети і бюджет разрухи. Александр, я дамо, щоб к нему пойти, його ще потрібно знайти. Практика показує, що 5 років об избирателях у нас мало хто спомінає, а до Києва і з избирателей не все приємно. Є депутатські приємні. Якщо пытаться хорошо знайти свого депутата, ну, по крайній мере, там, половину знайдут, але все равно це какой-то шанс. Тому що інакше, це бюджет действительно нищего, але полицейського государства, в якому увеличені расходи. Ісключительно на генеральну прокуратуру, на МВД, на администрацію президента і т.д. Недаром, вот, тот блок вопросов, который предложил именно наша партия, оппозиційний блок, це більше 30 законопроектов, направленний на сниження коммунальних тарифів, в першу очередь. Це не должно бути більше 10% дохода сім'ї. Повісити не тільки минимальну заробітну плату до 3 200, по большому счету, це законопроект 4900, який внес я і внес Каплин. Це наш законопроект, ми не можемо бути проти нього. Але і в 2 рази повісити, як минимум, мінімальну пенсію, іначе наші пенсіонери будуть нищі. Проголосувати, в конце концов, мораторий на закритие школ і на закритие больниц, то, що не хоче робити провласна каліція. Запретити не мораторий на год, а запретити полностью продажу земли. І, наконец-то, підтримувати нашу промышлість, підтримувати нашу економіку. Тому що з чого можуть повышатися пенсії і заробітні оплати? Либо це печатний станок, т.е. це інфляційні гроші. Ми все помнім ужас інфляції 90-х годів. Либо це будуть гроші, обеспечені товаром. Щоб це були гроші, обеспечені товаром, необхідно приймати пакет законопроектів, то, що у нас об'єднено в блок під названням «Новая індустриалізація». За останні 2 роки наша країна потеряла 17,4 мільярда доларів США товарного експорта. Це сподівається з п'ятилетній програмою кредитування МВФ. Там, де ми ходимо і вималюємо кожну копійку. Тобто це не повинні бути інфляційні гроші. А якщо бюджет ставити в такому біля, як він сьогодні є, це бюджет нищої поліцейської країни. Мені, ваше пропозицію, тільки в свій коді. Мені, є одна пропозиція. Для всіх тих, хто не готовий голосувати за цей бюджет, це є правильно, давайте зберемо всі правильні законодавчі ініціативи, які були від Свободи, від Радикальної партії, від Батьківщини. Давайте їх зберемо і скажемо висунному уряду умову. Або це приймається, сідаємо, або це приймається, або ми не приймаємо цей бюджет. Я ще раз скажу. Вони приймуть без вас, а без ваших бюджетів. Ну, осталось у вас на це, аж дві робочі інтілі. Юрій, дуже коротко, сідувачий Борислав Березов. Так вони всі розроблені. Я дуже коротко по суді визначити, бо тут тільки що представник партії Льогенівного опозиційного блоку казав, які поганий бюджет, що він не буде голосувати, то я просто так би хотів зазначити, і звертаюся, можливо, знаєте, не дуже хочете знатися. Просто ОПО-блок останній часом взяв дуже цікаву тактику. БПП дає ОПО-блоку карточки своїх депутатів, які не приходять в Виховну Раду, і депутати ОПО-блоку, так, голосують карточками депутатів БПП. Ну, що ви думаєте, Роман Дмитриєв? Я як ловив на то, що... А я поясню, за чим? А тому що таким чином... А я поясню, можна? Тому що таким чином... Такому що таким чином... Такому що таким чином... Не можна довести кнопку даски. Розумієте? Тому що не видно. Видно, що депутат нібито голосує за себе, насправді. Насправді я це перевірюю. А то, а я не знаю, що в ОПО-блоку, так, запалюються зелені ліхтарики на екрані, так? Але насправді, коли відкриваєш статистику, хто я голосував, ОПО-блок нуль. Так? Але зередники виходять. Тому я сподіваюся, що вони за бюджетом, але не злов'я. Як то, ви, признаєтесь, голосувалися з карточками депутатів? Ні, це, це, які, знаєте, Тобто, справа, що ви даєте карточки, вони голосують. Юра, я б ви не голосували. Ні, Юра, ні, Юра, ні. Насправдати, що я дам слово Николаю Скорику. Ти не возлі Домкина сідіш, чи що? Ти не возлі Домкина сідіш. Ні, це, якщо, 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 я думаю, це більше, якщо такі питання, якісь там націки, да? Я думаю, так, що... Це нереально, ти понимаєш? Так, все, извините. Давайте ми відповідаєте. Ще раз скажу. Це реально. Я прошу відповідати. Давайте, я можу, будь ласка. Це ж була без лиця ПБЛОКа. Якщо там загорілося, будь ласка, зараз. Я просто пошу, якийсь... Реально, якщо б там загорілося 4 кнопки зелені. Сергій, ви так починаєте защіщати ПБЛОК, що у мене вже возникає ощущення, що це ви голосуєте в карточках від фрази ПБЛОК. Ну, як-то сильно ярко. Я розуміли свопад. Я ще так, я офіційно. Це теоретично нереально. Я офіційно заявляю. Я, до речі, це офіційно перебіював про це. Я говорив перебіював офіційно. Я ще раз повторюю схему. Дуже проста схема. Депутати, БПП, які не приходять на роботу, їхні крівники фракції, передають по дуже важливих для них голосуваннях. Карточки депутатам ОПОБЛОКу. І депутати ОПОБЛОКу зі свого місця, хоча розповідають, що нібито вони проти, голосують за. І це дуже легко перевірити, чи подивимось, чи набіжджати таку нову. Слово Тиберю Поблоку, відповідь короткий, пажалося, по цій темі. Давайте повернёмся ближче. Ніколай, александр, хто? Якщо честно, я, знаєте, у кожного є свої фантазії, у представників свобода вони свої. Фантазіювати о тому, що... Знаєте, коли говорять о тому, якась оппозиція, де оппозиція, оппозицію видно по тому кількістю уголовних дел, які возбуждають проти оппозиції. Оппозицію видно по тому, як унічтожають оппозицію фізично в регіонах. Я вам приведу, я вам приведу, знаете, чтобы, може, немножко, немножко, как бы, чтобы понять, вот, суть того, що происходит, придумав маленький пример. Сегодня в городе Одесі было варварски, варварське нападення на приёмну депутата областного совета от оппозиційного блока только за то, що людина приняла участь в флешмобі, спел на железнодорожному вокзалі одеському, спел песню «Смуглянка». Я напомню, коли говорять про то, что там... Николай, давайте, раз уже меня зацепили про то, що ми там клацем по кнопці ЗБПП, я расскажу вам просту вещь. Песня «Смуглянка», песня «Смуглянка». Это песня із... Одну секунду. Збой тут одни сарик. Ты тоже там сидишь. Собіля Дубкина! Ты тоже возник. Я, Николай, всё-таки давайте пока обсудим бюджетную песню. Пожалуйста, я вас очень прошу, потому что она... Не, ну обсуждать, что мы голосуем. Складывается ощущение, что хорового пения по голосованию по бюджету не получится. Борислав Берёза, Борислав Берёза... Обсудать, что мы голосуем за БПП, это бред. Обсудить бред. Давайте обе стороны разберутся с этими обвинениями в куларах или в зале Верховной Рады. Не здесь, пожалуйста. Борислав Берёза, верните нас, пожалуйста, в русло бюджета. Очень тяжело вернуть в русло бюджета. Сколько я вам помогу? Как вы считаете, насколько справедливым проголосовать получение минимальной заклады 3200 гривен и при этом забыть о пенсионерах? Что ж хорошее? Несколько дней назад я имел разговор с премьер-министром Гройсманом и с министром финансов Данилю Кома и задал им вопрос. Планируют ли все-таки они убрать 15-процентный налог на работу Они собрали специально для вас, Берёзы? Я могу закончить? Спасибо. В тот момент, когда я с ними общался, вы слушали Смуглянку, поэтому все нормально. Так вот. Отличная песня. Можем даже спеть. Только не акапелла. Так вот. Ассорцевать? Я хочу сказать, что они сказали нет. Не готовы. Я говорю, почему? Цена вопроса 6 миллиардов. Негде взять 6 миллиардов. Я объяснял им, что на самом деле это не просто социальный поступок. Это абсолютно разумный поступок. Посоветоваться с Берёзой про бюджет. Это смешно. Видите ли, в нашей стране к премьер-министру депутат может попасть совершенно спокойно, если у него есть желание и время. Я понимаю, что в это время кто-то слушает Смуглянку, но иногда надо ходить на работу. Боющая оппозиция. Ничего плохого там нет, ребята. Смуглянка очень хорошая песня. Ничего плохого там нет. Друзья, извините, если вы привыкли вести диалоги вот в таком ритме, режиме, неконструктивно, в Верховной Раде, то здесь я вам этого не позволю. Я забираю слово народных депутатов и хочу пообщаться сейчас с экспертами. Глеб Вишлинский, экономический эксперт. Кому как не вам, сейчас нам объяснить, что не так в бюджете 2017? Вам я адресую вопрос, который я задавал Бориславу. 3200 – повышение минимальной зарплаты и при этом мы забываем о пенсионерах. Можно ли принимать такой бюджет? И вытащит ли украинская экономика минималку в 3200? Вы знаете, когда коллеги говорят, что удалось повышить на 15 миллиардов доходы и потраты бюджета, то это вызывает очень большие побоевания. Что это означает? Это означает, что або мы будем вытаскивать эти 15 миллиардов, а до этого еще те деньги, которые на первой итерации были доданы до доходов и потраты бюджета из бизнеса. И мы знаем, как это происходит. Мы видим все эти маски шоу по украинских предприятиям. Другой вариант это мы будем писать, что это будут доходы Национального банка. Если у Национального банка не будет этих доходов, то это означает, что деньги будут друкаться. Поэтому, когда депутаты ставят себе в заслугу, что мы змусили уряд додать еще 15 миллиардов, то я бы тут не сказал, насколько это добре и очень большое спасибо за это. Я бы очень сильно побоялся. Другая, что касается депутатов бюджета. Сейчас то, что мы видим, это два основных джерела наэфективности бюджетных витрат. И первое джерело наэфективности бюджетных витрат, это то, что у нас береглося от Радянского Союза. Потому что действительно, сказали сегодня про стипендии про Академию медичных наук. Стипендии. А стипендии на сегодняшний день надаются без любого врахования того, какие доходы студентов. Например, те студенты, которые сейчас получают за присутствие на этом эфире какие-то деньги, очевидно, они потребуют этих денег. Они сюда не пришли, они не пришли до ночного клуба отдыхать, они пришли сюда, потому что им нужны деньги. Таким студентам наверное нужно давать стипендии. Если мы говорим про тех, кто А если мы говорим о тех, у кого есть замужные родители, то есть это социально справедливо. На сегодняшний день подано в проекте бюджета в целом 5 миллиардов гривен на стипендии. Это очень большая сумма. И это больше, чем было в прошлом году. И снова говорить о том, что будет безопасна социальная справедливость в распределении этих денег, я пока не могу. Те самое касается Академии медицинских наук. Ну, то есть система, кроме того, что у нас есть нереформована Академия наук, где Борис Патон есть как памятный... Нет, это не имеет никакого отношения. Медичная Академия наук и Академия наук, это разные вещи. Я понимаю, что это разные... То не змей жить, пожалуйста. Я понимаю. И там есть отдельное вопрос о том, что все эти академии чинят спротив, чтобы их загнать, подходит какой-то контроль. И, соответственно, когда мы смотрим на конкретные случаи этих академий, что там происходит, ну, то есть остальная история про Институт нейрохирургии, где сделали опитывание и это не дофинансована высшая учеба, и это вызнает даже Министерство учебы и науки, это недофинансована средняя учеба. Потому что директоры школ, они не есть настолько впливовыми, насколько есть впливовыми киевские ректоры. Уже понятно. Спасибо. Александр Ильич Меделов, вы следуете сейчас. Бюджет и протестное настроение. Александра, вы меня слышите? Бюджет и протестное настроение. Помните, в ноябре анонсировали перенос всех акций протеста к декабрю, поближе к рассмотрению бюджета. Что сейчас? Ждать ли тысяч людей под стенами Верховной Рады во время голосования? Ну, если глядя на то, как обсуждается бюджет хотя бы здесь, люди понимают, что уже неэффективно, да и неконструктивно. Я думаю, что, при этом, такие же ожидания будут у них и дальше. Очень много накипело и хотелось бы о многом говорить. Во-первых, работающие студенты, я могу сразу сказать, что воробей-то тот же соловей, только заочник. Работающий студент, это сразу неквалифицированный кадр по выпуску. То есть, соответственно, если перекладывается на плечи студента поиск выживания, то, соответственно, он некачественно учится. Это надо понимать, что мы столкнемся через несколько лет с большой-большой проблемой. Второй момент. Если нужно сбалансировать бюджет, и говорим мы о том, что его можно сбалансировать в основном за счет того, что урезать как раз силовой блок и перенаправить эти деньги на студентов, пенсионеров, они что, меньше кушают или у них другой совершенно доход? Про 3200 вы говорите. В принципе, 3200 это та сумма как раз биологического выживания человека. Оппозиционный блок не так давно требовал 4500, если я не ошибаюсь. Это было как раз вашей инициативой. Если вы будете согласны на 3200, вот просто интересно, насколько это вот как раз та точка, на которой вы согласны голосовать или не согласны. Еще несколько моментов. Добродумов сказал о том, что, в принципе, плюсом этого бюджета было то, что он был вовремя внесен. Это не единый плюс. Давайте вот посмотрим примеры западных стран. ЕС уже проголосовал свой бюджет. Чтобы вы понимали, на секунду, там можно сравнить как раз, насколько сопоставимы те цифры, как живет Европа и как живем мы. Чтобы понимать, расходная часть бюджета Европейского союза составляет 134,5 миллиарда евро. Украинский бюджет, расход до его части, это только одна шестая. Так вот, Европейский союз выделяет 21 миллиард на создание новых рабочих мест и на развитие экономики. А сколько у нас? Давайте вот как раз будем вот такими категориями думать. Александра, ну здесь же я вам хочу напомнить, что это не ест стоит с протянутой рукой перед Украиной, а наоборот. Так вот тут и получается, что мы не закладываем те базовые вопросы. Америка говорит о создании рабочих мест, Европейский союзных задач. А мы не озадачены, у нас оказывается хватает. У нас хватает европейских. Нет, мы только забираем. Тарас Загородний, хватит коалиции внутренних резервов, чтобы найти 226 голосов. Или снова придется привлекать еще недавних оппонентов к голосованию, подкупая их или шантажировать? Ну, скорее всего, будет такая самая тактика, будут тягнуть под Новый Рик и под Новую Ялиночку, потім будут крики, что давайте швидше, бо не читайте, что мы там написали, бо мы не принимаем уж бюджет. Они кричат об огромной дыре в пенсионном фонде. Интересно, какая часть этой дыры уходит на зарплату и на содержание этого штата. Это по-перше. По-друге, нещодавно с Кабинетом Министров фактически звернилась людина, яка отвечала за верификацию социальных витрат. Тобто за аудит, а куди реально гроши деваются? А никто не хочет проводить этого аудита? И еще вопрос, например, что касается наших государственных монополистов. Например, Нактевтогаз уже уречисто заявляет, что у него виявляется чисто прибутик 21 млрд. Вибачьте, будь ласка, это не ваши заработные гроши. Вы фактически нагнули всю страну, чтобы она на вас працювала. Неведомо, с какой рентабельностью вы працюете. Тобто и там аудиту нет. А куди эти гроши одеваются. Иншое вопрос, за рахунок чего собираются, говорят, что увеличить акцизы и так далее. Мы уже видим, что увеличили акцизы на алкоголь и уже люди троиться начали, потому что и контрабанда пошла, и циновый рынок пошел в цинь, все. И это будет сокращение, и это не будет выполнено. Я уже мовчу про приватизацию, яку уже не смешно, когда уже третий рік пост при 17 млрд закладается, а и до сих пор ничего нет. До сих пор у нас какие-то государственные банки, например, Родовид у нас доси на балансе, Укргазбанк доси на балансе. Ничего не продано с этого. Но мы продаем прибутковые предприятия, которые реально могут прибуток наводить. А те, какие сбыточки нам дают, никто не продает реально. То все это смешно говорить про то, что бюджет честный и прозорый. И он и не честный, и не прозорый, а как всегда. Сергей Рудик, вы член бюджетного комитета. У меня к вам сначала одна история, а затем вопрос. Мне вспомнилось письмо, которое я получил несколько дней назад из Одессы от инвалида первой группы, который вопрошал почему-то меня, а не народных депутатов или членам кабинета министров, почему в стране уже очень долго не повышается пенсия по инвалидности. Люди, инвалиды первой группы, они не могут работать, они нигде не найдут дополнительного заработка. Если пенсионерам повышается в следующем году пенсия хотя бы на 10%, то эти люди обречены выживать на те же тысячи с хвостиком гривен. Это нереально, потому что им еще нужно и лечиться. Не поздно ли еще внести какие-то правки в проект бюджета 2017 по поводу этого вопроса? И все-таки не нужно ли и пенсионерам вообще увеличить пенсию существенно, а не на 10%. Рассматривался ли такой вопрос в частности на заседаниях вашего комитета? До речи, завтра Міжнародный день захисту инвалидов. Я это так само знаю. Дивите, товариство, я глава подкомитета с вопросом государственного оборудования и финансирования бюджета. Очень популярная тема государственных борьб. И позволю себе наприкону этой дискуссии подсумевать сказанное. Никто в этой студии не сказал, и я этого не скажу, что это бюджет идеальный. Краина, которая переживает существующие социально-экономические условия и войну, не может иметь хороший бюджет. Мы действительно мало отримуем и делим достаточно скромный по мировым любым странам мира, Европы, Америки, Пирог на выдации, которых всегда больше, чем в этой. Что касается дополнительных вредов, то всегда до момента принятия бюджета есть уверенность внесения изменений. До последнего, по суті, хвилини. Едине, что до первого читания, чтобы, понимали люди, впливают на принятие бюджету народные депутаты, которые должны по регламенту до 1 жовтня подать свои письмовые пропозиции. Потом на 15 жовтня подводится риска, и после этого, когда принимается бюджет в первом читании, он переходит на сторону Кабинета Министров, который або согласится с нашими пропозициями, або не согласится и пропонует свои. Что произошло? Бюджетный комитет, а потом и весь парламент, проголосовали в парламенте висновки, бюджетные висновки. Згідно с которыми уряд доопрацював бюджет и додав 2,8 миллиарда гривен, которые пошли. На что? От говорили про Медичную академию наук. Плюс 817 миллионов гривен. Это между первым и другим читанием пропонуется. Это сгідно с нашим решением народных депутатов. Но по сравнению с прошлым годом минус 200. Плюс мы маем с того, что мы проголосовали в первом учении. Давайте сейчас не обговорювать то, что нереально сделать. Плюс эти выдатки по дитячим протиберкульозным санаториям 477 миллионов гривен. Плюс Генеральная прокуратура погоджует 364 миллиона гривен. Но там нет еще таких великих выдаток. Но при этом вам прописали, откуда эти деньги будут взяты. Конечно. Другая часть. Что запропонували? С людей, с акцизом, сигарет. У те суммы, которые я говорил, 9 миллиардов гривен и 11 миллиардов гривен, это медичная и освитительная субвенция. Это заведенный бюджет, местный и государственный по всей стране. Теперь, звездки мы пропонуем это взяти? Чи уряд, вернее, перепрошу и пропонует это взяти? За рахунок чего? 4 миллиарда гривен с Нацбанком. Додатковые доходы между первым и другим читанием. Я был один из тих шести нардепов, которые запропоновали. Я считаю, что Нацбанк это потянет. Другая, дивиденды 1,6 миллиардов гривен. И, власне, доходы от подвищения минимальной заработной платы дадут возможность додатково залучить 20,3 миллиарда гривен. Сергей, я вас услышал. Спасибо. Сейчас мне интересно, разделяет ли ваше мнение член комитета по экономической политике. Виктория Пташник. Вика, как вы считаете, админ реален в своих ожиданиях от поступлений? Я, власне, я как раз турбуюсь и за податковую, и за доходную часть этого бюджета. Потому что, как раз с вопросом реалистичности этого бюджета, я думаю, у нас будут выникать дискуссии. Потому что, опять-таки, когда мы закладываем в бюджет доходы от спецконфискации в размере 10,5 миллиардов гривен, понимаете, что тот законопроект, там его пятая или семая редакция уже есть очень контроверсийная. И что там не только про кошти Януковича йде мова, да? Он будет застосовываться абсолютно до всех граждан. И вопрос о том, что этот законопроект, я не уверена, что этот парламент, враховывая нашу попередню историю голосований, будет способен принять этот закон. Поэтому закладывать 10,5 миллиардов, очевидно, что не нужно на сегодняшний день. Вопрос этой же самой приватизации. Если, опять-таки, сравнивать минулые наши достижения от приватизации, то мы понимаем, что не началась приватизация такой, какой бы мы хотели это бачить. И 17 миллиардов, знов таки, очевидно, что мы можем не отримать. Не отримать. Если говорить про выдачную часть данного бюджета, так же у меня возникают вопросы о финансировании наших деяких органов государственной влады. Например, увеличение бюджета на 5 миллионов на финансирование государственной службы с вопросом интеллектуальной владности в тот момент, когда Кабинет Министров принял решение про ее ликвидацию. Для чего збільшивать бюджет и финансирование? А трансформация будет? Это всегда, что это международное. Потому что на каких-то ситуациях, когда левая рука не знает, что творит правое. В этом случае служба будет выполнять Министерство экономики. И у меня питание, что это приховано финансирование дополнительного Министерства экономики. Ну, очевидно, что нужно с этим разобраться. Если, например, сравнивать наше медическое обеспечение деяких работников правоохранительной системы. Например, на Нацгвардии, на стационарное лечение ликвидации, мы выделяем 49 миллионов гривен. Я понимаю, почему мы на медическое ликвидации особого склада Збройных сил выделяем 1,7 миллиардов? Понятно, Збройные силы, войсковые и так далее. Но почему мы выделяем почти такую сумму 1 миллиард гривен на медическое обеспечение противников МВС и национальной полиции? У меня выникает вопрос. Но этот вопрос уже не в первый раз звучит даже сегодня. Виктория, извините, перебью. И неоднократно сегодня звучал пресловутый этот закон злосчастной уже о спецконфискации. Григорий Шверк, скажите, пожалуйста, ваши коллеги по коалиции уже шантажировали вас? Только честно. Тем, что сначала голосуем о спецконфискации, а затем мы вам дадим голоса за бюджет. Странный вопрос. Нормальный вопрос. Ваши коллеги по коалиции еще уже раз пять. Никто никого никогда ничем не шантажирует. У нас, как правило, конструктивное обсуждение вопроса. Наверное, я просто скажу за вопросом, что тщательно, потому что я вам могу напомнить последнее летнее китайское предупреждение о том, что они готовы мне даже заблокировать в случае не принятия этого закона. Ну и ваш прогноз. 226 все-таки найдется или нет? Наскребете? Давайте вторую попытку. Я практически уверен, что 226 голосов и больше за этот бюджет будет. И объясню почему. Помимо того, о чем сказал Дима, что этот бюджет как минимум был своевременно подан, я еще отмечаю, что я вообще не опытный человек, это второй мой бюджет. И я могу сравнивать только с предыдущим. Не могу, к сожалению, сравнивать с Европейским Союзом. Это третий. Это третий. Так вот, мой второй. Я, к сожалению, не сама начал. Григорий, теряем время, извини. Не сама начал. Так вот, что хочу сказать. Во-первых, что я вижу? Абсолютный конструктив Кабинета министров в обсуждении всех вопросов, касающихся этого бюджета. Взаимодействие с комитетами, с отдельными депутатами. Вижу конструктивную работу бюджетного комитета. Наш комитет, ну я еще, правда, не член комитета, но наш комитет, в который я хожу и работаю по свободе слова и информации, мы высказали замечание. Мы считаем, что есть закон, который подразумевает некий объем финансирования суспильного мовника, а бюджет предусматривал меньшую сумму, чем закон предусматривает вашу просьбу удовлетворили. Удовлетворили. Не на 100%, но в значительной части. Это была просьба комитета. Ну понятно, это хороший сигнал. Вы видите конструктивный диалог между Радой и Кабинетом министра по поводу бюджета? Сейчас, одну секунду. Доброго вечера. Я запизнилась как раз потому, что только что повернулася из Винницы, где была по селам, спілкувалася с гражданами и мы обговорили как раз частину децентрализации бюджета. Вот я бачу диалог конструктивный в том, что мы на каждом эфире проговорили про этот бюджет, про децентрализацию, которая не происходит, про все проблемы. Мы их действительно хорошо знаем, конструктив в том, что мы спілкуемся про этот бюджет и про это говорим. Если честно, стало на это впечатление, что бюджет только на эфирах и обсуждается. На этом конструктив закончится. Вот я рада, что пропозиции комитета, я так понимаю, свободы слова приняты, потому что я не знаю до сих пор, почему не приняты пропозиции комитета самовредования и децентрализации региональной политики. И я вам хочу сказать, что люди это хорошо знают. Люди, мне цитуют пана Черчилля, во время Второй войны, который сказал, что нужно финансировать освитую культуру, иначе за что мы воюем. А у нас недефинансована страшная, ну про культуру я мовчу, она никогда не финансовалась, да? А освита, освитняя субвенция, охрана здоровья у нас страшно недефинансована. И по децентрализации я уже колись показала табличку, которую не я, не комитет, не Батьковщина, а USAID, ну начебто мы доверяем всему американским нашим партнерам, да? Недефинансована зарплата непедагогического персонала это прибиральники, это лаборанти, это люди, которые работают 35% в каждой школе, 35% в лекарнях, недофинансовано на 9,2 млрд грн. Что это означает? Если будут звольняти, где будут брать эти деньги? Недефинансована оплата пильговых перевезень 2,2 млрд, не будет больше пильговых перевезень? Недефинансованы величезные выдатки на другие вещи. И люди про это знают, вчителей сами про это переживают. Вони переживают, что взагалі вони втратят работу, и что не буде жодной осусти. Альон, ну вы просто большую часть пропустили, мы уже все это говорили. Возникает, знаете, какой вопрос до конца этого часа? Извините. Не получится ли так, что бюджет, его голосование положительное станет, это я уже перехожу к теме вообще работоспособности и итогов этой сессии, единственным решением, которое шантажом, мытьем, катанием, угрозами, что МВФ не даст кредит, будет единственным положительным, позитивным решением, которое вы успеете принять до конца этой сессии. Алексей, 226 голосов за бюджет будет. Вопрос ценой чего? Кто проголосует и какие пункты появятся в бюджете? Поймите самое главное. Надо будет не просто смотреть, как проголосовали или нет, а будет ли голосовать воля народа, будет ли бедроджин, и почему они проголосуют? Что добавится, какие пункты? Я могу сказать только одно, что для того, чтобы получить голоса, придется удовлетворять очередной раз запросы персонали внутри парламента. Вы понимаете, что еще важно? Осталось-то вам работать не так много. Вы так оптимистично говорите о двух неделях, на самом деле у вас восемь пленарных заседаний, из которых, ну будем откровенными, три. У вас не будет вообще людей в зале. Последние двадцать четвертого или двадцать пятого? На какое запланирование? Двадцать третьего. Я уверяю вас, что треть уже будет в полете, бреющем на острова, отдыхать. Я это еще и оптимист. И самое интересное, что за эти восемь дней вы полезного успеете сделать для страны. Напоминаю, вас для этого и выбирали. Вот это будем обсуждать во второй части. Дождитесь. Не только взяли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 чтобы эти деньги в Украину зашли. Будем говорить об этом прямо сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хочу сказать, что на самом деле, на самом деле, дней больше. И все эти дни идут и переговоры, и торги. И самое главное, что в итоге мы увидим уже на этой неделе шантажируют кого-то, не шантажируют, но то, что в законопроект о бюджете внесли деньги о спецконфискации, можно гарантировать только одно. Народный фронт будет требовать вначале этот закон, и только потом они дадут голоса. А вот что они будут делать, если закон не проголосуется? Проголосуют бюджет. Проголосуют, я думаю, бюджет. Но, Борислав, я вам могу ответить только тем, что не все из вас работают на избирательных округах. Я лично знаю депутатов, которых на округах не видят по 5 лет. А многие предпочитают своим избирательным округом и приемным депутатов заграничный избирательный округ, если его можно так назвать. На пляжах, там оно как-то им получше работает и думается о судьбах отечества. Все-таки, за эти 8 дней, что вы успеете сделать и чего не успеете? Я имею в виду из того, что очень... А давайте начнем с экспертов. Александра, вот скажите, пожалуйста, повестка на эти 8 дней. Без чего вот кровь из носа Украина не выживет? Без голосов. Потому что, если не будет голосов, не будет хотя бы какого-то консолидированного голосования по важным законопроектам, а его не будет. Я вам приведу пример. Опять-таки, возвращаясь к Дмитрию Добродомову, который сегодня сказал, что давайте мы все оппозиционные инициативы, которые могут быть полезны для бюджета, там соберем и поставим ультиматум. Так вот, я вам скажу. Допустим, опора провела исследование за 2 года. Оппозиционные законопроекты протащить через Раду нереально. Потому что все, что является инициативой, не голосуется априори. То есть, где брать голос? Потому что разрезные нет. Если оно даже имеет конструктив, оно не найдет голосов. Даже слова не дают. Потому что, опять, когда мы говорим, насколько дорабатывался бюджет в комитетах, насколько внесены и учтены были правки, насколько смогли вообще донести хотя бы вот эти зерна разума, знаете, в этот бюджет, чтобы его хотя бы немножко припудрить, то, что называется, накрасить губы этому бюджету. Не удалось этого сделать. Оно все отодвигалось и будет отодвигаться. Поэтому, как раз, любые оппозиционные силы, неважно, какие предлагают эти свои инициативы, они не рассматриваются. Поэтому этот парламент, так же, как и предыдущий, слабоэффективный. Не только потому, что они плохо собираются, не только потому, что они кнопкодают, а потому, что они просто элементарно, они делают законодательный спам, который не является и не может стать потом законами. Вот это реально проблема этого парламента. И от того, что дальше мы будем переизбирать, это выход, это демократический способ найти. Но, с другой стороны, опять-таки, это негативная селекция парламентариев. Эти парламентарии, которые приходят, ну, извините, они еще хуже, чем предыдущие. Андрей Артеменко, кроме пресловутого закона о госбюджете, напоминаю, мы его уже обсудили, что еще нужно проголосовать? Я напоминаю о транше МВФ, который зависит. Да, я, как сказал, я сейчас отвечу. Политит чуть ли не в тартарары. Я отвечу. Жалко ушел коллега Григорий Швер, который заявил о том, что будет голоса, о том, что у них есть консенсус. И вообще, на самом деле, между членами несуществующей коалиции не было никогда никаких трений. Он, наверное, работает в каком-то другом парламенте. Мы не будем голосовать за этот бюджет по одним простым причинам. Он просто нереален, он абсурден. Я хочу просто сказать, какие вещи в него заложены. Просто в отличие от многих, мы их не читали. Только очень коротко бюджет, напоминаю, мы уже обсудили. Первое. В бюджете заложено 1,8 миллиона на финансирование агентства по проведению Евро-2012. Раз. Это абсурд. Дальше. В бюджете заложен курс гривны на декабрь... Может быть, что-то не доделали. Может быть. В бюджете заложен курс гривны на декабрь 2017 года 27,2 гривны, который есть сегодня. То есть, другими словами, здравый смысл не работает. Отвечая на ваш вопрос, а что еще может быть проголосовано? Я точно знаю, что не должно быть проголосовано. Вот эта вещь, вот то, на которое все борются сегодня. То, что президент с легкой руки пообещал представителю Евросоюза, то, что 60 миллионов евро мы получим дистанционного кредита, если это будет отменено, никогда. Ну, а вообще, кстати, вот что с этим мораторием по поводу... Очень коротко, если можно, Александр, но очень коротко. Статистика очень упрямая вещь. 81% законопроектов, которые спускает президент, голосуются. А те, которые спускают Кабмин, только 30%. А те, которые инициируют парламентарии, только 51%. О чем он это говорит? Поэтому, если президент спускает такую инициативу, извините, как раз... Сергей Рудок, а что вы скажете? Будет проголосовано отмена моратория на экспорт леса Кругляка и Линия? У меня лично позиция незминна. Я голосовал за ведение этого моратория. Я не буду собираться голосовать за его скасование. Я очень сомневаюсь, если честно, что мы набираем 226 голосов. Больше того, сегодня в Богатех, и вчера, и позавчера, в частности, в Захидно-Украинских областях, и бываются попередживальные митинги. Мои там друзья, одноклассники, я вырос в Захидно-Украине, в Чернівецкой области, в местечко Вижниця. И позвонили мне, говорят, что мы у попередживальные заходы проводим. Скажи, как парламентар, есть нам чего опасаться? Я говорю, что нет. Я все-таки думаю, что голосов не будет. Но давайте подумаем, что нам нужно проголосовать. В контексте того, что мы брали за обязанность перед Международным валютным фондом. Я читаю то, что в маркерах вказано, что нужно было принять нашему государству в листопаде, в грудні месяце этого года, чтобы получать 1,3 миллиарда гривен. Нам нужно было еще в грудні месяце, нужно будет объединять в одну адміністративную одиницу податковую и митную службу. Это то, что мы брали на себя обязанность в этом последнем меморандуме. Нам нужно принять решение про дополнительные механизмы, которые должны обеспечить прозорную приватизацию. Это так же наши обязанности вкладывать в этот меморандум. Нам нужно принять решение, которое позволит НЗК получать дополнительные повновления. Мы должны это внести в листопад, мы это не сделали, но я думаю, что они не будут цельно запередживать, если мы это сделаем в грудні месяце. Нам нужно внести изменения, продолжить тему пенсионной реформы. Там нет, на самом деле, многих вещей, про которых нас очень часто, в том числе в этой студии, лякали наши коллеги-народные депутаты, на самом деле. В меморандуме прописано много вещей на рассуд парламенту и, возможно, даже в завальованной форме. Но действительно, есть вещи, которые мы должны принять, если мы хотим эти деньги отримать. Если мы не хотим их отримать, мы можем их не принимать. Сергей, здесь я вам могу ответить только одно. Все вот эти маркеры, о которых вы говорите, они были прописаны давным-давно. Ну, по крайней мере, в сентябре. В сентябре месяце. Дмитрий, вот сейчас угадаю, вы пролез, да? Нет, я инициатор этого закону, и співавтор его. Разум с радикальною? Нет, это, конечно. Вы инициатор закона о моратории. Давайте уточним, да? Конечно, конечно. И я бы хотел просто, чтобы все правильно зрозумели. Он был проголосованный и смысл президента, он два месяца не подписывал его подписать, потому что это реальный механизм створения рабочих мест и, соответственно, отрахований бюджета. Это действительно показали в первом месяце, так что это не единая галузь, которая пошла в плюс на сегодняшний день. Я не буду перераховывать все. Но что у нас происходит сейчас, чтобы вы правильно зрозумели? Мы еще не говорим про, например, антирейдерские законы. Вы знаете, что мы сейчас лидеры взагалі в последних годах по рейдерских атаках? 2600. Что такое рейдерская атака? Это зупиненное предприятие. Это зупиненное предприятие, зупиненная выплата людей. Я не говорю, там, житомирские ласочи, так известные, в которых бере участь. МВС, ДФС, а разом с Насировым, в первую очередь. Вот в понеделок была, например, акция. 2600 сразу уточняют Азага? 2600, так. За год? За рейк, так, за цей рейк. Вот, например, была акция в понеделок, да, компания State Oil. Вот они, у них зараз зупинили 60 заправок. Тобто, они входят в топ-100 по податкам. Там есть американский капитал, это вопрос, что до инвесторов, так? ДФС, этим занимается. Друзья, вы какие-то маете претензии? Судите, навіщо вы зупиняете? Люди залишаются без зарплат, без работы. Залишается, значит, предприятие не отоплачивают податки. Так, есть пять решений в суде, чтобы разблокировать, потому что, ну, мают працювать. У вас есть какие-то претензии? Займайтесь с этими претензиями. Это делается. Там четкая рейдерская атака, которая принимает участь, известная на всю страну рейдеры, в том числе и народные депутаты. Под прикрытием, например, ДФС. Так, это самое, я напоминаю, про нафтопродукты Курченко, которые так и возникли в неизвестном направлении, а это почти один миллиард. Неизвестном направлении возникли, что деньги, что сами нафтопродукты. А потом, после таких историй, мы рассказываем стране о том, как мы успешно ищем международных инвестиций. Питание лису, я закончу. Я только закончу. Питание с лисом, это такая самая рейдерская атака, потому что мы раптом решили, решили взяти допомогу в обмен на рабочие места людей. А я напоминаю, чему был этот закон? Потому что за один квартал 2015 года, только на Прикарпатии, я с Витом Родом, было закрыто 260 предприятий деревообробной галузы. Сейчас это все поднялось на 18% отрахований в бюджет. На 11% поднялся сейчас продаж обработанной деревни. Мы же не установим мораторий на обработанную деревню. Будь ласка, купите. В тот момент, как на 12% все остальные галузы впали по продажам. На 3,5 раза увеличился до нас импорт деревообродного обладнания. И, до речи, у нас есть законопроект, который специально коалиція загонировала. Как можно давать такие обязанки? По-перше, не конституционные, потому что парламент вырешивает, а не президент. Я просто напоминаю. И главное вопрос, мы маем все разом сейчас отстоять ту галузь, которая не единственная благодаря этому правильному закону, который, до речи, был инициированный демократичной опозиции. И он так и пришел, потому что здоровые люди были и в коалиции, которые за это голосовали. И дякую тебе больше голосовали. Это было и удивило цифра вот эта 2600 рейдерских захватов за год. Я снова вернусь к тому, что я начал говорить. Как мы выглядим в глазах международных, как... Это за весь парик, это за год, сказал Дмитрий. За год, Сергей. 2600. Кто к нам придет вкладывать деньги? Я говорю про компанию за аликанским инвестициями. Представляете, какое лицо мы имеем за рубежом. Да, причем у нас есть примеры... Это лицо мы теряем... Подождите, вы сейчас собьете с меня смысл, это и так несложно. Причем это лицо мы теряем ведь не только перед западными инвесторами, мы теряем его перед политиками. Это тоже рейдерство у меня забрать слова. Я собрал просто эфир прошлой недели. Мы обсуждали, что? Срыв показаний Януковича. Помните, я задавал вопрос. Как мы будем выглядеть перед западом? Кое-кто здесь из присутствующих даже пытался рассказать о том, что это нужно было сделать, и это будет делаться дальше. Но пришел понедельник, Янукович все-таки дал допрос. Моя вопрос, а что было в пятницу? Ну да. Разогрев дало. Все очень просто. И зачем это было делать? Зачем было садиться перед всем миром в эту лужу, чтобы в понедельник все-таки включить эту видеотрансляцию из Ростова и позволить Януковичу отвечать на вопросы? Очень просто. Я могу ответить, что было. Ну опозорились мы дальше, что ли? Кому это было выгодно? Ответ был на поверхности. Он очень простой. Яценюку и Авакову необходимо было эти несколько дней для торгов с Кремлем. Я абсолютно убежден, что компромат на Яценюка, Авакова и Ко, и компанию появится позже. Но они, видимо, заплатили деньги, чтобы отложить политическую смерть Яценюка. И на этой же неделе появляется судебный иск Яценюка по отношению к одному журналисту, якобы это неправдивая информация о том, что он купил 25 вилл на побережье Майами. И сегодня будет, это громкий будет скандал. Вторая составляющая. Я согласен с вами, 100%. Оппозиционные законопроекты не проходят. Более того, пусть, кто имеет хорошую память, вспомнит, сколько Сергей Каплин выступал в седьмом созыве. Сотни раз. Сегодня я убежден, из-за каких-то технических манипуляций мне просто отключили кнопку, а если я и выбиваю право на выступление, то меня или Ира Гераченко, или Поруби останавливают на 30 секунде. По лесу. Это кощунственная ситуация. Просто кощунственная. Почему? Что такое Карпаты? Что такое лес? Это лёгкие нашей страны. И мы дожились до того, что власть готова, как последний конченый наркоман, лечь на операционный стол и продать свои лёгкие. Это сигнал, что необходима очень серьёзная перезагрузка. Это сигнал, что у власти сегодня нет понятного, взвешенного, экономически обоснованного нового курса. И это приведёт эту страну к абсолютному обмещению. Скажите, вы нам 600 миллионов евро от Евросоюза. Это нормальная цена за украинский лес? Давайте начнем с того, что мы подписали с Евросоюзом угоду про вольную торговлю. Это значит, что все страны не должны обмеживать свой экспорт. Мы говорим про легене Украины, мы говорим про незаконную экспорт. Про что мы должны говорить? Про незаконную вырубку леса. Давайте находимся причиной и с ней бороться. Не стоит бороться с последствиями. Если мы пободолаем незаконную вырубку леса, скажите, будь ласка, а хаба можно незаконно вырубать лес и тут его перероблять? Хаба можно? Это кому-то от этого легче станет? Не станет. Давайте бороться с причинами. Робочие места, я прошу, это важно. Робочие места, ценою якою, с Дивчатой Карпати? Ни в каком разе. Так вот, давайте бороться с незаконной вырубкой леса. Это все популизм, заборона. Мы подписали угоду, все страны ЕС не имеют обмежения на экспорт. Почему Украина, подписавши эту угоду, тут же начинает порушивать? Неправда. Мы ничего не порушиваем. Мы действительно можем снять мораторий. Секундочку. Хотите снять мораторий, нет проблем. Но разрабатываем в течение 10 лет. 10 лет мы будем разрабатывать этот закон. Все, я уверен, сейчас волнует всех наших телезрителей. Андрей Артеменко заговорил о курсе доллара, заложенном в бюджете на следующий год. Ваш прогноз. 27,2, да, у нас в бюджете заложено? 27,2. В декабре, 17. Реально будет его сохранить такой курс за конец следующего года? Закладанный середньорічный курс доллара 27,2, не на конец года, а середньорічный. Я считаю, что этот курс допустимый. Если у нас не будет, возможно, и будет, если не будет двух неприемных вещей. Если не будет посиления войны, это возможно. Мы понимаем, что это непредвиденные вещи. И, другим, не будет у нас какого-то непредвиденной вещи, черный лебедь, то, что называется. То есть падение каких-то великих банков, или еще какие-то экономические финансовые кризисы. 27,2. А если Запад нам не даст денег? Это не влияет. У нас золотовалютных резервов в Украине достаточно. Если только вартость сыровина, которую мы экспортуем, не впадет очень низко, мы целиком можем оставаться на курсе 27,2. Здесь я могу тогда только удивиться заявлениям представителей Насбанка, которые говорят, что не хватит. Это не я придумаю. Золотовалютные резервы. Наступного года мы должны отдать 2,6 миллиардов долларов. У нас на сегодня золотовалютные резервы приблизительно 15,5 миллиардов долларов. Недовира к национальной валюте, которая выражается в том числе и в том, что депутаты, чиновники держат свои деньги не в банках, а в валютах под матрасами, это и транслюется на телебачение. Тарас Загородный, а ты веришь в реалистичность этого курса? Спасибо. Тарас Загородный. Я тут погоджусь с Тарасом Казаком, что имоверность того, что курс бы сбережется при нынешних условиях, высоко. Чему? У нас и так же пройшла такая великая девальвация гривней, майже в три рази, что импорт настолько скоротився в стране, что нет чиновников. То есть мы настолько споживаем импортные товары для того, чтобы у нас был такой великий попит на валюту. То есть у нас фактически он такой равноваженный, и говорить о том, что существуют риски, пока что нет. Это не зона валюты. Там прописаны такие жесткие вещи, когда они все до нас экспортуют, а мы только по квотам. И так далее. Давайте. Подписали, да. Не треба, не треба. Да. Не треба играть все. Заход ведет суто неоколоніальную политику. Выкачивают сыровину, и для того, чтобы переробляли, и чтобы у них это переробили. Давайте не будем это. Слід розуміти, что... Мы переробили и выдали. Слід розуміти, что, если мы и дальше будем делать, как они действуют, как нам навязывают такие правила, мы закінчима страну с населением 10 миллионов, потому что все другие поедут, потому что нет просто, где будет работать, аграрным придатком и распадом страны. И все. Потому что не нужно без Карпат. И это одна из причин. Поэтому всегда нужно смотреться на те страны, которые успешно проходили. Это, в первую очередь, Повденная Корея, как проходила, как они и Петерийсками жили, и как Китай проходил, как Америка жила до 19-го, до 20-го столетия. Жорсткий протекционизм там, да, развиток властных компаней. Даже, знаете, и пиратством они не занимались, и авторские права они не дотримались, и подробки они все делали, и Повденная Корея проходила, и Япония крала патенты там, да, потому что они, в первую очередь, завантаживали властные предприятия. Им байдуши было, что это делать там, да. Тарас, сейчас я скажу, что с украинским зрителем, если честно, будем открыть байдуши, вот эти исторические параллели, понимаешь? Мы должны понимать, что они должны требовать от уряда программу создания рабочих мест. Алицехросмолок, потому что что-то там дыхание, вы заходите. Стосовно, 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 что Гонтареви что-то не... Давайте не плутайте, знаете, державную вовну там, да, и приватную вовну. Те, что там Гонтареви что-то не вистачает, это ее особистые проблемы, так, потому что она дает в рамках просто международной мафии, которая вбивает наш, фактически занимается рейдерством нашей страны, вбивает наш финансовый сектор, чтобы за бесцем все скупить. Давайте будем отвертым. И не будем ничего говорить. Спасибо, Тарас. Очень коротко, если можно ответить. Следующая Татьяна Острикова. Я хочу додати, что наши коллеги, на жаль, продолжают жить 19-20 столетия. Сегодня 21-е столетие на улице. Нематеріальные активы, идеи, новации, это значительно важнее, чем производство. И будь-який стартап, интернет-стартап, который может коштовать значительно больше, чем производство, переробка и так далее. Давайте заниматься тем, чем мы будем конкурентно задать в 21-е столетии. Для этого нужно бороться с рейдерством, для этого нужно бороться с незаконными действиями милиции, подавленной полиции и так далее. А то, что мы возвращаемся к производству, но, возможно, если не присутствоваться к Тарасу в этом селении, когда интернет и не появится, а вы об этом тоже думаете, Сергей? Татьяна Острикова. Обратите, я ввести ситуацию. Мы с ней вместе были, когда в Израиле, нас возили в порт. Показывали в Аждоге, секундочку, в Аждоге показывали порт. И вот пусть кажется, что там была концессия. Иностранцы вложили достаточно большую сумму в израильский порт. Успешно, они сказали, с 25 лет государство отдало в управление порт. Скажите, пожалуйста, у нас в стране иностранцы, когда куда-либо хотят входить, им дают такую возможность? Только с проститутками и все. Ну, вот выясните о вашей хорошей осведомленности. Татьяна Острикова все-таки. Я общаюсь с иностранцами. На разогрелье у которой был Борислав Береза. Татьяна, пожалуйста. Я бы хотела несколько слов про мораторий на экспорт-лису сказать. Действительно, тот закон был необходимый, и самопомощь его тоже поддержала. Чему он был необходимый? Потому что мы должны были терминово вжить заходы, чтобы вырубку лису остановить. Но мораторий, так же, как и мораторий на продаж земли, так же, как и любые другие моратории. За своей сутью, мораторий – это понятие «тимчасовое». И я хочу сказать, я хочу сказать, что проголосовавши только за мораторий и больше дальше ничего не роблячи, это действительно, я погоджуюсь с коллегой, путь в никуда. Чему? Вы думаете, что лис не экспортировался? Экспортировался. Мы ввели мораторий на экспорт необработанной деревни. Не перестали, это контрабанно. Он говорил еще с нас про то, что нас, кроме пакета счастья, под бюджет, ждет голосования за изменения в податковый кодекс. Большинство этих изменений – это те изменения, которые были разработаны нами, народными депутатами, вместе с гражданой, вместе с РПР, с другими экспертами, с новой Украиной. И тогда, р год назад, когда мы дискутировали с вами про податковую реформу, уряд Ляценюка нам закидал про то, что мы популісти, эти изменения приводят к дирке бюджета и так далее. Сегодня уряд большую часть этих изменений имплементовал свой законопроект. И почему я сейчас про это говорю? Потому что есть большая загроза, что он будет заблокированный в парламенте. Почему? Потому что он ликвидирует податковую милицию, он разброет государственную службу, он забирает в них ряд невластивых службов повноважений и передает их на Минфин. Он забирает введение баз и регионов. Все то, о чем только молится средний бизнес. Абсолютно верно. Это действительно не та реформа, про которую мы мечтали. То есть уряд не обязался идти дальше, ввести податок на распределённый прибуток, запустить экономику, дать предприятиям возможность новить их фонды. Действительно, не снизив ставки. Но хотя бы эти изменения в администрировании, они сейчас кончат нужны. Идется про один регистр ПДВ. Идется про хронологию и отшкодование. И сейчас до нас доходит информация про то, что окремые группы, окремые депутаты начинают расхитывать эту ситуацию и с тем, чтобы унеможливать голосование и принятие этого законоприятия. Вот здесь объяснять, почему не нужно, я думаю. Слишком уж глубока эта кормушка, кому хочется её терять. Что, Борислав, очень коротко выжать? Вы решили обрамить выступление, Татьяна, я так понимаю, и представить её и закончить. Лёш, Карпаты стоят голые не только потому, что их вырубают, потому что лес не садят. Всё гораздо проще. Нарушается экосистема. Вы думаете, в той же Финляндии не рубится лес, или в той же Эстонии? Рубятся. Только есть национальная система, дальше высаживают леса, а сейчас куда не поедешь. И не только Карпаты, не надо рассказывать. Киевская область, у меня дача 100 километров от Киева, Ивангельский район. Раньше леса были. Сейчас едешь, поля реально вырубят всё. Я то же самое вам могу рассказать о юге Украины, Херсонская, Николаевская область, Кировоградская область, Центр. Вырублены все посадки, их вырубают. Да, новых нет. И проблема ещё одна. Вот смотрите, у нас, да, существует, все знают, что есть контрабанда. Знают, борются ли с ней. Ну, не очень активно, говорим честно. Сегодня у меня был на приёме момент, рассказали о новой схеме, я не знал про неё. Одесская область, один из портов, маленький портик, такой карманненький, подъезжает под, подходит, вернее, корабль под турецким флагом. Грузится, действительно, круглят, а потом, ах, кладывается евробрусом. И вроде всё красиво, и вроде всё нормально. Чистый контрабас. Чистый контрабас. Всё, и уходит спокойно. И местные жители говорят, Борислав, мы сюда приехали к вам, потому что одна надежда, может, в Киеве кто-то услышит. Написали, обратилась, посмотрим реакцию. Сегодня отправил запрос, я хочу увидеть реакцию правоохранительных органов на официальное обращение. Борислав, это пример того, что мораторий всё-таки не работает. Хорошо, давайте к другим вопросам, которые всё-таки стоят на повестке дня нашего парламента. Ну, скажем, пенсионная реформа, что с ней? Будет она принята, не будет? В каком виде? Все пенсионеры и люди, которым уже несколько лет осталось до наступления пенсионного возраста, они замерли и ждут. Их заставят всё-таки работать больше или нет? Александр Вилкулс, сейчас вам слово. Давайте скажем честно, что в нашей стране после переворота состоялась огромная манипуляция. Пообещав Европу, европейские ценности, там, кружевные трусы и всё остальное интересное. И всё остальное интересное. На самом деле мы идём в никуда, и становится жить всё хуже и хуже. Если говорить про то, что сейчас обсуждалось про экономику, про лес кругляк, то 600 миллионов, как вы сказали, слово «помощи», это никакая не помощь, это обычный кредит, который нам надо отдавать нам и нашим детям. Те предложения, которые сейчас звучат, вот от высших должностных лиц, в том числе и государства, на уровне, как минимум, замминистров, давайте предложим, чтобы нам дали безвиз, да, на который мы сейчас молимся, и за это мы примем какое-то количество сирийских беженцев. Это тоже нельзя делать ни в коем случае. Это катастрофа. Если говорить про те обязательства, которые взяла на себя Украина в лице Кабинета министров, в том меморандуме, который был опубликован с МВФ, давайте же скажем откровенно. Там написано, в ВСТ обе их земли. Они говорят, обе их это не продажа. Но обе их переводится как оборот. Конечно, это продажа конкретная. Следующий вопрос. Внести изменения, провести пенсионную реформу путем изменения, в том числе пенсионного возраста. Кто из нас верит, что изменения может быть в меньшую сторону? Конечно, только в большую. Давайте вспомним, что несколько месяцев назад, пока вот я говорю, вы говорите, что не было, посмотрите в интернете, там четко написано. Принять пенсионную реформу, в том числе с изменой пенсионного возраста. Я могу зачитать цитату с маркера. Несколько месяцев назад кабинет министров уже сократил количество профессий по первому и второму списку на 60%. Что такое первый и второй список? Это опасные профессии. Люди горбатятся, гробят свое здоровье. У мартеновских печей, доменных печей, в карьерах, в шахтах, да в туберкулезных диспансерах медсестры и врачи. На комбайнах, если говорить про сельское хозяйство. И они имели право на досрочную пенсию, на досрочный выход на пенсию, потому что они гробят свое здоровье. Зачем вы об этом говорите? Потому что они гробят свое здоровье. Сергей, а что вы хотели ответить по поводу повышения? Сергей Рудик, вы только что просили дать вам слово для ответа. Я хотел сказать, что написано в Мемораде между Международным валютным фондом в частности пенсионной реформы. Дословно, в маркере, который додается додатком к меморадам. Вот же, тут дробным шрифтом, но я надеюсь, вы ухвалите Верховную Раду и законопроекту. Что за поворот вам мало нового? Я не думаю, что вы думаете, что я не думаю. Я не думаю, что называется поворотом. Сергей, вы пока найдите точную цитату, Дмитрий. Я сейчас вас, пане Александре, закликаю вибачиться перед родителями Героев Небесной Сотни, перед українцами, за то, что вы назвали Майдан переворотом. Революцию гидности переворотом. Вы только что назвали переворотом? Вы только что призывали... Уважаемый господин Добродум. Я вам неуважаемый. Хорошо, неуважаемый господин Добродум. Но для вас скажите откровенность. Что давайте? Неуважаемый господин Добродум. Давайте сосредотачиваться на тех вопросах, которые необходимы людям. Людям нужен мир. Людям не нужны те вопросы, которые раскалывают нашу страну. Я считаю, что вы принесли войну в нашу краю. А я считаю, что вы. И такие люди, как вы, не хотят эту войну заканчивать. Закончить войну не хотят люди, которые зарабатывают на этой войне и паразитируют. И поэтому этот парламент надо разогнать, который сегодня... Понимаете, господин Давнодумов? Вы понимаете, что вы сейчас образовали людей, которые вышли за свою гидность? Вы это понимаете или нет? Я с повагой отношусь к людям, которые вышли за свою гидность. Ну вы ж, кто с Януковичем прорывал? Ответить можно? Ответить можно? Никому не цекаю вас. Вы идите на улицу и послушайте. Александр, подождите. Ответьте мне четко одним словом и мы продолжаем дальше. Как вы оцениваете события трехлетней дарности? Значит, я оцениваю события трехлетней дарности следующим образом так же, как оценивает это огромное количество людей, которые тогда, ребята, которые тогда вышли на Майдан. И которые вышли из лучших побуждений. Они надеялись, что что-то произойдет хорошее. И сегодня они ненавидят вас больше, чем всех остальных. Потому что они говорят, что вы их обманули. Я не в коалиции. Я не в коалиции. Были надежды. Были надежды. И обманутые надежды. Еще одно слово скажу. Те активисты, так называемые, да, и антикоррупционеры, которые три года назад вокруг парламента сжибали по 10 гривен на сигареты. Сегодня показали миллионы, десятки миллионов долларов на личных денег, которые украли людей. И эти люди, которых они обманывали тогда три года на Майдане, говорят, к чему же вы нас привели? Вы же говорили, что вы честные. Какие люди честные? Ну, просто, наверное, я всем посоветую, присутствующим, тщательно подбирать слова. Для того, чтобы потом не получать во многое часто заслуженные обвинения. Юрий Левченко. Я поговорим по-другому. Ну, что здесь тут... Ну, я по-другому такое. Дмитрий, Дмитрий, Дмитрий и Александр, если вы хотите поговорить по-другому, вы сейчас вдвоем или после эфира выходите и говорите по-мужски. Но здесь вы в эфире не срабатываете. Юрий Левченко, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Дмитрий, извините, пожалуйста, я при всей повазе, вы ведущий, но просто, смотрите, на мою думку, або людина вибачается, так, або людина, чекайте, або людина вибачается, або, я не знаю, або вона иде, або вы ему микрофон выключаете, але просто я, наприклад, знову-таки, при всей повазе, знаете, я не занимаюсь этим эпатажем, але я не могу сидіти и продолжить спокойно дискуссию после того, как людина назвала Майдан и сотни людей, где погибли моих побратимов, переворотами. Дмитрий, извините, я... Я с великой упорщик. Перепошу. Я с великой упорщик. Я с великой владой, я вважаю, що вони останні покидки. Але це не значит, що Майдан був переворот. Це абсолютно різні речі. Святий Майдан, і потім те, що олігархи, і ви також обдурили людей, і прийшли в парламент. Це дві різні речі. Тому, вибачте, будь ласка, Олексій, ну, треба щось... Я, ну, я не... Я, ну, я, ну, я... Олексій, Юрий, правильний на 100%. Більше того, я можу сказати. Ви знаєте, мені теж не подобається те, що зараз діється в владі. Але я знаю, я сам був з перших днів на Майдані. Я можу сказати, ми йшли не за Кличком, не за Юценюком. Ми йшли за покликом своєї гідності. І прошу вас це поважати. І вас не обминули. Це друга, я не кажу... І вас не обминули. О, чекайте, але ми не кажемо, що це переворот. Ми кажемо, що це Майдан. І люди, коли туди вийшли, вони хотіли змін. І саме вони хотіли позбутися цього покидська Януковича і всіх його посіпав. І всіх, хто йому служив, хто був прем'єром, віце-прем'єром, міністрами, всіх іншими. Зрозумійте, ви теж були біля нього. І ви теж несете відповідальність. Все. Не треба ображати Майдан. Не треба це робити. На Майдані була велика кількість людей. Ніхто не ображає нормальних людей. Борислав, і звісно, відомо завжди було всі віка, що революції починають люди... Романтики. Романтики користуються врешті-решт плодами революції покидьки. Покидьки скористалися плодами революції. І я пропоную на цьому поставити крапочку. Друз'я, давайте поставлю ручку я. Я повторю ще раз свои слова. Я прошу вас очень тщательно выбирать слова во время своих выступлений. І якщо ви вкладаєте в свої слова, якщо ви вкладаєте в свої слова, що ітогами революції використовувалися негодяєю, як зараз сказав Сергій, то це і потрібно произносити. Але, звісно, якщо ви вчитаєте, що це був переворот, тоді... Я не можу, що це переворот і революцію... Нельзя цю революцію називати переворотом тільки тому, що так говорить Янукович. Понимаєте? Нельзя! Ви самі все уходи! Хорошо, якщо так говорить Янукович, що ви виходите? Нет, послушайте, що ви виходите? Ти прекрасно... Сергей, він извиняється, або ми уходимо. Тут другі варианта проєдна. Нам же завдання зашити кранину. Все, Сергей, либо він извиняється, либо ми уходимо. Других вариантов нет. Выбирайте сами. Або уходите. Не, ну або... Есть разные оцінки в нашем... Это Майдан і Зереворон? Послушайте, дайте я відвечу. Есть разные... Есть разные оцінки в нашому обществі. Це перше. І якщо ми хочемо об'єднят, нам необхідно находити то, що його об'єднят, а не роз'єднят. Це перше. Вторе. Ми на самом деле, к Януковичу, який казався трусливим, предателем, відносимося ще хуже, ніж ви. І якщо Янукович так говорить, що це переворот... Я согласен, це революція. Вот тільки по цій причині. Але оцінки в нашому обществі є разні. Понимаєте или нет? Це просто ценизм. І нам треба то, що... То, що об'єдняєте. Секундочку. Якщо ви говорите, що треба об'єднят, то ви не маєте моральне право... Юрий, 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 а я вам скажу другое. А я вам скажу другое. Я вам скажу так. Зрители вже все услышали. І от вас, і от всех остальных. Но от того, що... Альбатич, не хочуть почути вибачення. Но я не могу никого доставить. Я не знаю про кого Олександр говорить, коли кажуть, що різні оцінки є. Немає різних оцінок. У нас український народ, український народ, не проросійський, не проросійський, він каже, що це революція гідності. І так зароджувалася українська нація. І український народ зараз хочу почути вибачення, якраз за те, що це переворотом. Вами було названо. Олександр. Я не благодарен вам за те, що, воно, ви, на самом деле, якщо чесно, сорвали цей ефір своїм выступлением. Я не знаю, що ви хотіли сказати. Не моє дело, наверное, аналізувати і висказувати свою точку зрення, хоча она, безусловно, у мене є. На цьому все, дорогі телезрители. Це було «Черне зеркало». Спасибо, що смотрели. Ми об'язательно увидіться с вами через день.